Музыка Здравствуйте, это канал Максимадзе И сегодня у нас довольно неожиданно Так, сегодня у нас не ретро обзор на какой-нибудь старый телефон А обзор и распаковка на один из совершенно новых современных кнопочных телефонов Дело в том, что мы заказали для моего деда подарок Это новый телефон А он у нас не сторонник сенсорных телефонов, которые быстро разряжаются И к которым привыкать большая, так сказать, проблема Вот заказали и решил прямо на видео сделать распаковку И заодно вместе с вами, так сказать, его и посмотреть Я понятия не имею, что там внутри И как сам выглядит телефон, как его система Более того, я впервые вижу бренд под названием F+, Б-280 модель называется И давайте произведем распаковочку Ножницы не очень подходящие я выбрал, наверное Не пролазят туда Мне надо было другие, наверное, взять Сейчас ногтем попробуем ковырнуть тут Можно и ногтем, в принципе, это содрать, наверное Здесь вроде ничего нет Так, собственно, мы видим телефон сам В пленочке Сот такой вот фигулиный на экране Телефон, кстати, он так ощущается Пока без аккумулятора Он так ощущается, как будто я держу какую-то игрушку в руках Ненастоящий телефон Как будто реально пластик такой на ощупь Как будто реально Я какую-то игрушку держу в руках А не телефон настоящий Давайте эту фигню сдерем отсюда Собственно, сам телефон выглядит довольно неплохо Но про ощущения я уже сказал Давайте смотреть, что еще лежит в комплекте Это Во-первых, зарядное устройство Где у него тут Как его вытаскивать А, он тут... А, он тут немножко запечатан Старый, уже ушедший в прошлый разъем Микро-USB Не Type-C никакой Type-C Пока в основном смартфон Только хвастаюсь Ну и батарея Кстати говоря В принципе батарея похожа Как Fly На батарею Flyевскую батарею похоже Действительно Да и действительно Буква, кстати, тоже От Flyя Видимо, как-то бренд частично связан с Fly'ем Я на самом деле точно не знаю Судя по характеристикам Я читаю их прямо тут на компе Здесь кубы Га-экран Разрешением 240х320 пикселей Весит Вместе с аккумулятором 128 грамм Что довольно-таки для кнопочного телефона Немало Поддерживается две сим-карты Классический моноблок Дисплей Цветной ТН 2,8 дюйма Диагональ Поддерживается FM-радио Встроенная антенна для радио То есть, я так понимаю Наушники не нужны Для прослушивания радио Есть Мини-джек 3,5 мм Какое счастье Что он тут есть Есть Камера Насколько Мегапикселей Здесь не написано Но я не думаю Что намного Собственно говоря Объем встроенной памяти 32 мегабайта Можно вставлять Карту памяти Аккумулятор Сколько тут Миллиампер у нас 2500 мА 2500 В режиме ожидания Должен 200 часов Продержать В режиме разговора 4 часа Для аккумулятора С такой емкостью Что-то как-то мне кажется Не очень-то много Но тем не менее Время покажет Давайте Откроем Заднюю крышку Как она тут Открывается Как же она тут Открывается Я что-то не знаю Вот так Видимо Надо аккуратно Чтоб ничего не сломать Да 2 симки И разъем Под карту памяти Собственно говоря Симочку Я сейчас возьму Из старого Сименса Достану Что-то заранее Не подумал Вытащить Блин Сим-карта Вываливается Не так просто Вставить Надеюсь Я Вытащить Да Я мое Опять Стряло Немного Опа Хорошо Так Вставляется Аккумулятор Вот так Какой здоровый Аккумулятор Это же вообще Жесть какая-то Так Защёлкиваем Крышку А это фонарик Это не джек 3,5 мм Джек Здесь находится Здесь Это я в камеру Просто смотрел А в камере Не видно Давайте Включим Проверим Как работает Да Это какой-то Аналог Это какая-то Копия Флая О Аккумулятор Даны Исходе Здесь у нас Да Это какой-то Аналог Флая Я вижу Тут интерфейс Тот же Вот эти Иконки Знакомые И так далее Ну из Мелодия Включения Флайерская Собственно Так Давайте Проверим Нажатие Клавиш Клавиши Светится Белая Подсветка Не очень Яркой Но тем Менее Какое-то Сообщение Оно тут Отправляет Мне Вверх У нас Что Игры Это Ааа Я знаю Тоже Какой-то От Другого Бренда Двоюродные Прабабушки Покупали Там Такая Игра Была Это Надо Вспомнить Я наугас Как же Нам Соседи С вами Не хватало Я Решил Продолжить Съемку Аж Через Три Часа Соседи Каждые Выходные Делают Ремонт И Собственно Не дают Покоя Совсем Вот Сейчас Они Там Еще Стучат До сих Пор Но Вроде Не сверлят Короче Я уже забыл Даже о чем говорил Вот так Идет Разблокировка Клавиатуры На самом деле Я уже вижу Такой недостаток Неприятный У деда У моего Со зрением Так себе Если честно А тут Во-первых Слабо светит Подсветка Кнопок А во-вторых Она тухнет Уже через Три секунды Сам экранчик Очень контрастный Большой Это как бы С этим Не проблема Но В общем Я уже забыл О чем говорил Давайте еще раз Посмотрим Игрушку Короче Игра Только одна Memory Просто нужно Внимательно Следить за картами И потом Выбрать Ту Которую Тебя Попросит Выбрать Вот Я Честно Наугад Выбрал Потому что Я на секунду Отвернул Свой взгляд И уже Пропустил Видел я В одном Таком Телефоне Из другого Бренда Вот А тут Правильно Выбрал Из другого Бренда Точно Такая же Игра С картами Была Мне вот Интересно Можно ли Сюда Явы Приложение Ставить Ну Скорее Всего Нельзя Но Вот Тут Уже Не угадал Но Но Потом Проверим Короче Давайте Проверим Камеру Ну Давайте Что-нибудь Сфотаем Опа Память Переполни Ага При первом же Снимке Память Переполнена В смысле Ну-ка Мои файлы Всего 16 Килобайт Свободно Ааа Чего Ты Подождите Мне на этом сайте Обещали 32 Мегабайта Памяти А тут Всего 16 Килобайт То есть Это Ну то есть Это классно Ну кстати Далеко не первый Телефон Который Я вижу Такой Объем Памяти У Современных Нобочных Телефонов Много Таких С таким Объемом Памяти И Без Карты Памяти Они Бесполезны Совершенно Ничего В них Не загрузишь Ну Карту Памяти Мы попозже Еще вставим Я думаю Я думаю Значит Что у нас Тут еще Есть Мультимедиа Камера Я так На сайте Не указано Сколько Мегапикселей Камера Но я так Подозреваю Что 0.3 Мегапикселей Всего И она Стоит Тупо Для Галочки Здесь Диктофон Так Ну-ка Раз Два А Да Блин Вы что Угораете Вообще Без Карты Памяти Ничего Нельзя Записать Ну Как-то Это Не очень То Нормально Так FM Радио Подключить Наушники Так Опять Меня Короче Набрали На сайте Было Написано Есть Встроенная Антенна Для Радио А тут Оказывается Все Таки Наушники Она Требует Ладно Давайте Короче Теперь Пошаримся По Профилям Надо Проверить Звук Как Работает Вибрации Мелодии Я Наверное Мелодию Просто Поставлю Так Проверим А Кстати Говори Я Похоже Симку Во второй Разъем Вставил Не в первый Ну В общем Ну Ничего Не Проблем Будет Исправить Динамик Не сказать Что Плохой Но Какой-то Похрипывающий Динамик Здесь Так Ну Из Файлов Файлов В данный Момент Нет Громкость Звонка Так CMS Кирин Тут Есть Подождите Проверить Надо Сначала Вот Этот Лучше Выберу Так Звук Клавиш А у Звуков Клавиш Есть Ну Клик Сохранить Ага Вот Клики Вот такие Есть Ну Неплохо Аудиоплеер Ну Да Но Ничего Нет У нас Будет Карту Памяти Вставить Настройка Что есть По настройкам У нас Ну Настройки Сим Карт Да Я во второй Разъем Вставил Сим Похоже Время И дата Потом Надо Будет Настроить Питание Включить Выключить А это Автоматическое Выключение Предлагают Сделать Что ли Языка Всего Два Метод Вода Наверное Переключать Можно Будет Дисплея Фоновый Рисунок Ну Какие Есть Серьезно Один Только Да Вы Что Угараете Что Пользовательские Ну Пользовательских Нет Автоблокировка Клавиш Даты Время Естественно Должны Быть Так Вот Клавиши Навигации Вот Вниз Аудиоплеер Здесь Стоит А надо Что Внизу Контакты Были Это Самый Стандарт Такой Вот Телефонная Книга Пусть Будет Так Режим Режим Полета Общие Настройки Че Подсветка Серьезно Че Так Это Маловато Настройки По моему Так Ладно Что Дальше Органайзер Есть Календарь Ну Хорошо Календарь Выглядит Нормально Есть Калькулятор Самый Простой Будильник Будильник Опять Можно Поставить Фонарик Давайте Проверим Фонарик Собственно Говоря Тут У нас Фонарик Выключаем Фонарик Ну И Меню Сим Гард Собственно Давайте Здесь У нас Джек 3,5 Миллиметра Для Наушников И Давайте Проверим Как Опа Вставляется Нормально В принципе Я думаю О Уже На исходе Батарея Давайте Давайте Вставим Давайте Отключим И вставим Карту Памяти Собственно Вот На 32 Гигабайт У меня Есть Надеюсь Такой Объем Она Тянет Я думаю Должен И Переставим Симку В другой Разъем О Слышите Эти Звуки Соседи Возобновились Но Пока Так Не Сверлят Но Что Видимо С Батареями Делают Так А Да Второй Разъем Тут Даже Подписаны Я Не Посмотрел На Это Я Привык Просто Что Обычно Слева Направо Всегда Поэтому И Вставил Да Что Такое Не Лезет Вваливающая Симка У Меня Вот Это Мелкая Это Реально Очень Вредит Вот Так Вставил Ну И Карту Памяти Вставляем Тоже Вот Так Так Батарею Вставляем И Теперь Проверим Уже С Карты Памяти Послушаем Плеер Посмотрим Есть Полифония Про Полифонию Ничего Не Сказано В Характеристиках Поэтому Сейчас Проверим Ее Если Она Тут Вообще Или Нет Значит Зайдем Заходим В мои Файлы Карты Памяти Проверяем Полифонию Ошибка Файла Ага Понятно Полифонии В телефоне Нету Значит Видимо Но При этом Помечается Как Рингтон Кстати Тут Нотка Есть Но Она Не Запускается Полифонии Видимо Нет Так Давайте Теперь Музычку Проверим Ага Нет В другой Папке Похоже Лежит Опять Отправка Текстового Сообщения Блин Так Давайте Посмотрим Как Видео Будет Играть Это Сообщение Пришло Сейчас Да Звук Есть А вот Картинки Самой Нет Эх Печально Ага Ява Приложение Не Поддерживает Телефон Ну Звук Довольно Громкий Да Авторские Права Не Будем Давайте Что-нибудь Другое Выберем Еще Да Динамик Громкий Правда Похрипывающий Довольно Так Камеру Что-нибудь Сфото Ага Вот Ну Короче 0.3 Мегапикселя Я тут Полагаю Точно Я не Уверен Точно Что Это Так Но Тем Именно Проверить Так Теперь Давайте Проверим Диктофон Нет Давайте Видеокамеру Проверим Настройки Вообще Какие Тут Есть Настройки Видео Качество Максимальное Раз Два Три Четыре Пять Проверяем Видеокамеру Я уже Вижу Что Подвижность Камеры Тут Даже Хуже Чем В Старых Сименс А По Звуку Это Интересно Что Будет Ну Ка Файлы Файлы Где Файлы Галерея А Это То Что Я Сфотал Камера Говно Чисто Для Галочки Тут Видео Лучше Не записываю Лучше Тут Вообще Не записывать И Диктофон Проверим Хотя Я думаю Такой же Качество Будет Раз Два Три Четыре Пять Проверяем Диктофон Раз Два Три Четыре Пять Проверяем Диктофон Ну В принципе Более Менее Неплох Искаженный Довольно Таки Не сказать Что Прямо Искаженный Звук В принципе Может быть Сойдет Давайте Давайте Еще Вот Как Проверим Диктофон Полифоническую Мелодию Семиза Запустим Проверим Ну В принципе Неплохо Можно и на зонах Даже Стоит Неплохо Неплохо Вполне Неплохо Реально Ну Что В принципе Вроде бы Проверили Все В этом Телефоне Честно Говоря Меня Телефон Больше Разочаровал Чем Порадовал Но Интереснее Всего Будет Конечно Проверить Сколько Работает Здесь Батарейка Мы Еще Решим Отдавать Этот телефон Деду Или Не Отдавать Сейчас Он Пользуется Санцунгом Вот Таким Вот С33 22 Вот У меня Есть Такой же И Он И Зарядку Держит Прекрасный Работает Прекрасный Все Необходимое Там Есть Не знаю Не Он Новый Телефон Захотел Это Мы Сами Решили И Немножко Решение Поспешно Мне Кажется Было Но С За 1100 Рублей Куплен Был Давайте Его Выключим Ежели Деду Не Пригодится Так Может Быть В хозяйстве Тоже Пригодится Или В коллекцию Ко мне Пойдет Я Попробую Недельку Попользоваться Им Сначала Сам И Проверю То есть Поставлю Сюда Реально Снимку И Сам Проверю Сколько Держит Здесь Батарейка Ну что Покупать Такой Телефон Не Покупать Решать Вам Если Кто-то Уже Покупал Делитесь Своим Мнением В Комментах Но Я Могу Сказать Вывод Такой Что Нынешние Кнопочные Телефоны Гораздо Совершенно Менее Практичные Чем Из Прошлых Годов Он Сименс Например Если Эти Телефоны Реально Были Интересными И В каждом Из Них Все Более Каких-то Новых Возможностей Пытались Напихать То Эти Телефоны С Кнопками Делаются Исключительно Только Просто Для тех Кому Ничего Не Надо Кроме Как Позвонить Или Отправить Смс Никаких Особых Функций Не Внедряют Туда За Этим Современные Смартфоны Идут Покупают Собственно Поэтому Меня Телефон Разочаровал Больше Чем Порадовал Именно Поэтому Старые Телефоны Нам Всем Куда Более Интересные Чем Новые Ну Что ж На сегодня Все С вас Сменя Эпичные Видосы Подписывайтесь На Стримерский Канал Подписывайтесь На Многовый Канал Ставайте Вконтакте И Всем Пока Увидимся В следующих Субтитры